Моя Америка Ведущий Алексей Орлов Который у нас на связи Здравствуйте Алексей Добрый день Толя Добрый день дорогие дамы и уважаемые господа Мы продолжим разговор о том Как начиналась Америка Разговор который был начат неделю назад Вы помните Газета Нью-Йорк Таймс Запустила Проект названный Программа 1619 И это программа Должна нас всех убедить Что Не будь афроамериканцев в Америке То сегодняшней Америки не было бы Я напомню Текст На обложке журнала Нью-Йорк Таймс Мэгазин С этой обложки И открывался весь номер Этого журнала Посвященный программе 1619 Я читаю В августе 1619 года На горизонте поблизости от Пойнкомфорт Порт английской колонии Вирджиния Появилось судно На нем было более 20 порабощенных Африканцев Они были проданы Крованистам Америка еще не была Америкой Но это был момент Когда она началась В стране Которая сформировалась Не было ничего Что было бы не затронуто Последовавшим 250-летним рабцам В 400-летнюю годовщину Этого рокового момента Пришло наконец время Правдиво рассказать Нашу историю Окей, дамы и господа За две недели До публикации программы 1619 Она была опубликована 18 августа 30 июля Неподалеку от места Где четыре столетия назад Порабощенные африканцы Были проданы белым колонистам Побывал президент Дональд Трамп Президент выступил На праздновании 400-летней годовщины Создания в колонии Вирджиния Законодательного собрания Депутаты этого органа Были избраны жителями А не назначены сверху Это был первый Я подчеркиваю Это был первый Избранный парламент Не только на территории Будущих Соединенных Штатов Америки Но и первый во всем Западном полушарии Корни нынешнего Законодательного органа Вирджинии В избранной 400 лет назад Палате граждан Правда Тогда парламент был Однопалатным Сегодня двухпалатный Но сегодняшняя Вирджиния Это официально не штат А содружество Так она была названа 400 лет назад Commonwealth of Virginia Содружество Вирджинии Вот сегодня это тоже Содружество А не штат Официально Вопрос Дамы и господа Какое событие было Более важным В истории Америки Создание первого Выбранного парламента Или продажа Порабощенных Африканцев Белым колонистам Газета New York Times Запустившая Программу 1619 Считает Второе событие Более важным Более важным Она считает Продажу Порабощенных Африканцев Я Отдаю Предпочтение Первому Событию Первому Избранному Парламенту Ну хотя бы Потому что Я придерживаюсь Хронологии Событий И дамы и господа В 1619 Году В Вирджинии Произошло Еще одно Событие Которое Не упоминается В продвинутой Газетой New York Times Программе Но о котором Следует Говорить 4 декабря Этого года Исполнится 400 лет Со дня Первого в Америке Празднования Дня Благодарения О да Да Дамы и господа Первое Празднование Дня Благодарения В Северной Америке Произошло Не в будущем Штате Массачусетс В 1621 Году Как принято Считать А двумя годами Ранее В Вирджинии Возможен вопрос Почему Американцев Уверяют Едва ли Не с первого Класса Начальной школы Что День Благодарения Впервые Праздновался В Массачусетсе Более того Дамы и господа Многие девочки И мальчики Знают об этом Со слов родителей Еще до того Ко они переступят Порог школы Но перед тем Как ответить На вопрос Почему Почему Нас уверяют Что День Благодарения Впервые Праздновался В Массачусетсе Давайте Обратимся К первому Случившемуся В 1619 Году В английской Колонии Вирджинии Событию А именно Созданию Законодательного Органа Депутаты Которого Были избраны А не назначены Первая сессия Палаты Граждан Так назывался Парламент Открылась 30 июля 1619 Года К этому Времени Английская Колония Существовала Уже 12 лет Инициатором Создания Колонии Были Деловые Люди Они Организовали В Лондоне Вирджинскую Компанию Эти люди Не сомневались Что найдут За океаном Золото И серебро Они Не сомневались Поскольку Испанцы Которые Приступили К освоению Нового Света Ста годами Ранее Нашли И золото И серебро И вот В 1585 Году Англичане Предприняли Первую Попытку Колонизации Северной Америки На деньги Сэра Уолтера Роли Он был Приближенным Королевой Елизаветы На его деньги Была отправлена Экспедиция Она построила Поселение На острове Роанок Это неподалеку От берега Нынешней Северной Каролины На следующий Год В 1586 Году Эту колонию Посетили Корабли Английского Исследователя И пирата Фрэнсиса Дрейка И многие Поселенцы Отправили с ним Домой Прошел еще год 1587 Сэр Роли Отправил Нараона К еще Одну Группу И вот Прибыв на место Англичане Не нашли Даже Следов Колонистов Исчезли Исчезли Более 100 Человек В их числе 17 Женщин И 11 Детей В историю Эта колония Вошла Под таким Названием Потерянная Колония Лост Колони А десятками Частных Кладчиков И 20 Декабря 1606 Года Эта компания Отправила Три корабля В Северную Америку На поиски Золото И серебра В апреле 1607 Года Корабли Достигли Американского Берега В Чесопикском Заливе И люди Начали Поиски Места Для постоянного Обитания Таковое Место Было Найдено В 15 Милях От Устья Реки Которую Англичане Назвали Джеймс 14 Мая 1607 Года На Джеймс Ривер Был Заложен Форт Джеймс Будущий Джеймстаун Это день Создания Первого Постоянного Англоязычного Поселения На территории Соединенных Штатов 14 Мая 1607 Года Форт Джеймс Форт Форт Это естественно Военное Поселение Не гражданское Поселение И вот Начиная С 14 Мая 1607 Года До 30 Июля 1619 Вирджинии Действовал Военный Порядок Порядок Простой Как в армии Приказ Начальника Не подлежит Обсуждению Так было На протяжении 12 лет Первые 104 Колониста Те что высадились С первых Трех кораблей Вряд ли догадывались Что их ждет На новом месте Большинство Было не готово К военной Дисциплине И все Они Все Они Были не готовы К летней Влажной Жаре К снежным Зимним Морозам К необходимости Добывать Съясное К общению С индейцами Бывало Дружескими Но случалось Неоткровенно Разъезданное И конечно Они были не готовы К болезням В непривычном Климате Смерть Начала Косить поселенцев Едва ли Не с самого Начала О первых годах Форта Джеймс Мы знаем Из публикации Джона Смита Он был членом Совета Управляющего Колонии В течение Почти всего 1608 года Он был Диктатором Дамы и господа Кто из нас Не слыхал Из речения Кто не работает Тот не ест Мы с вами Должны знать Что первым Первым А это заявил Заявил Джон Смит Заявил Заявил поселенцам Среди которых Было немало Уклонявшихся От работы С утра до вечера Тяжелая жизнь Приходилась Далеко не всем По вкусу И уже В первой партии Колонистов В той самой партии Которая прибыла Вирджинию Весной 1607 года В этой партии Были пожелавшие Жить На воле В индейских Деревушках А не военном Гарнизоне Эти люди Положили начало Бегству Колонистов Из форта Дезертирство Никогда не было Массовым Но всегда Было заметным В группе Колонистов Которая прибыла Из Англии В 1608 году Было несколько Немцев И поляков Они были Мастерами На все руки Они занялись Строительством О построенных Ими домах Узнал Главный Войщ Индейских Племен Он тоже Хотел Жить В бревенчатом Доме И он Попросил Джона Смита Отрядить В его распоряжение Пару Плотников Отправились Двое Немец И поляк Построив Вожью Дом Они не пожелали Возвращаться В форт Они остались Жить с индейцами Им требовалось Не только еда Им требовалось Женское тепло Первые две Англичанки Приехали в Джеймстан В 1608 году На следующий год Прибыло еще Несколько Но в первые годы Колонии Женщин не хватало А у индейцев Женщины были В избытке И они легко Вступали в связь С европейцами Как вступила Покахонтас Со Джоном Смитом Ну и сегодня Мы Апокахонтас Знаем все Покахонтас Покахонтас Ну так называют Сенаторшу Уоррен Из Массачусетса Которая хочет Стать президентом Но была Настоящая Апокахонтас Дамы и господа В декабре 1607 года Смит отправился С двумя помощниками Верх по Джеймс Ривер Они погрузили В лодку товары Для обмена У индейцев На кукурузу И индюшек Не зная Что у пришельцев Мирная цель Индейцы Убили двух И взяли Смита в плен Они доставили Пленного Англичанина Возью Возью Предстояло решить Судьбу Пленного Если полагаться На воспоминания Смита Он написал Несколько книг Так вот Если полагаться На его Воспоминания Возь Приказал Разможжить Ему голову Но когда Подручные Были готовы Исполнить приказ Покахонтас Положила Свою головку На голову Смита И тем самым Сохранила ему Жизнь Смит Остался В плену Чтобы освободиться Он дал слово Возью Что никогда Не поднимет Руку на него И его Подопечных Будучи в плену Смит Проводил время С женщинами В их числе Из Покахонтас Покахонтас Было тогда 12 лет У вожжа Было 87 детей Я дамы и господа Не называю Имени вожжа Потому что Он труднопроизносим На всякий случай Тот кто Интересуется Вожжа Звали Вакахан Со Нокакак Так вот У этого Нокакака Было 87 детей Покахонтас Была младше И самой Любимой У большинства Зочерей Вожжа Было по Несколько Мужей Девочки У индейцев Становились Женщинами Как только У них Начинались Месячные И они Тут же Начинали Половую Жизнь Запросто Вступая В связь С мужчинами У которых Были Жены Сексуальная Свобода Была Обычной В индейских Племенах С этим Столкнулись Французы Которые Осваивали Канаду С этим Столкнулись Религиознейшие Пуритане В Новой Англии Они были Религиозными Фанатиками Их Возмущало Желание Женщин Коренного Населения Вступать В связь Чуть и не С первым Знакомым Пуритане Считали Это Доказательством Что Индейцы Это Дикари Мы С вами Знаем Многое Апокахонтас Потому что Попав В плен Колонистам Она попала В плен Колонистам Когда Смита Уже не было В Джеймстауне Она Выучила Английский Язык Она Приняла Христианство И в 1613 году Вышла Замус За Джона Рольфа К этому Времени Колонисты Осознали Что Золото И серебра Вирджинии Нет И наиболее Предприимчивые Занялись Табаководством И роль Был В числе Тех Кто Разбокател На торговле Табаком В 1616 Году Вместе С женой Покахонтас И сыном Томасом Он отправился В Англию На следующий год 22-летняя Покахонта Скончалась Скончалась Как полагают Атоспы Вот мы с вами Дамы и господа И подобрались К историческому Году 1619 Двумя годами Ранее В 1617 Глава Вирджинской Компании В Лондоне Эдвин Сенс Пришел К выводу Что Отказ От гарнизонной Дисциплины Будет Способствовать Развитию И процветанию Колонии Привлечет Людей Которые Желают Купить Землю За океаном Независимо От компании Осуществление Задуманного Сэр Сенс Возложил На нового Управляющего Колонией Джорджа Ярди Ярди Жил в Джеймстауне С 1609 Года И знал Все проблемы Раскинувшиеся Вдоль Джеймс Ривер От Чесапикского Залива До верховья Колонии В ноябре 1618 Года Ярди Получил Приказ Из Лондона Ему Предписывалось Я цитирую Организовать Магистрат И принять Законы Которые Установят Справедливую Форму Управления Для Благоразумного Руководства И управления Людьми Создание Мы с вами 1819 Дальше Джеймстауне Столице Колонии Открылась Первая Сессия Генеральной Ассамблеи В ней Участвовали Джордж Ярди Четыре Его Советника И 22 Представителя От Четырех Районов И Семи Частных Плантаций Они Собрались Только Что Построенной Церкви Ярди Был Председателем Его Личный Секретарь Джон Пори Был Спикером Итак 30 Июля 1619 Года Открылась Первая Сессия Парламента Избранного Парламента На территории Будущих Соединенных Штатов Через Шесть Дней 4 Августа Сессия Закрылась И Ярди Объявил Что Следующая Откроется 1 марта 1620 Года За Шесть Лет Работы Генеральной Ассамблеи Было Принято Десятки Постановлений И множество Законов Постановления Касались Отношений С торговцами Из других Мест С рабочими И наемными Слугами Устанавливали Объем Производства Кукурузы Шилковой Нити Леда И винограда Одобренные Ассамблеи Законы Запрещали Слушайте Что запрещали Законы Безделье Азартные Игры Пьянство И Излишество В одежде Жители Обязывали Соблюдать Религиозные Праздники Осуждалось Нечестное Отношение С женщинами Так и было Записано Нечестное Отношение С женщинами Приветствовалось Обращение Индейцев В христианство Запрещалось Продажа Оружия Индейцам Нарушителям Грозила Виселица Ну совсем Когда мы Господа Нынешние Демократы Хотят Запретить Нам Иметь Оружие Ну правда Виселица Не грозит Тем Кто Его Будет Продавать Окей Ассамблея Могла Быть И судом Она Рассматривала Индивидуальные Жалобы И групповые Вот что Говорил Дональд Трамп 30 июля 2019 Года На праздновании 400-летней Годовщины Открытия Первого Западном Полушарии Парламента Я цитирую Президента Позади Остались 400-летия Истории Приверженности Правдивому Делу Американского Самоуправления Самоуправление Вирджинии Не только Дало нам Штат Который Мы Любим Но и Дало нам Страну Которую Мы Любим Соединенные Штаты Америки Президент Рапт Не мог Конечно Не напомнить О событии Вирджинии Случившимся В августе 1619 Года Продажи Белым Колонистам Порабощенных Африканцев Трамп Сказал С этого Началась Варварская Торговля Людьми Сегодня Мы Вспоминаем Каждую Святую Душу Перенесшую Ужасы И муки Рабства Я не знаю Дамы и господа Приедет ли Президент Вирджинию 4 декабря Но повод Есть В этот день Вирджинцы 4 декабря Отметят 400-летнее Первого Празднования На территории Будущих Соединенных Штатов Дня Благодарения Может быть Даже приедут Те Кто усвоил С дошкольных Лет Что американцы Впервые Праздновали День Благодарения Не в 1619 Году На плантации Беркли Кстати На плантации Беркли Ныне Музей А будто бы Праздновали Впервые В 1621 Году В поселении Плимут Основанном Пуританами Годом Ранее Я полагаю Что сегодня В то Что первый День Благодарения Был Все-таки На территории Будущего Массачусетса Сегодня верят В это Многие Американцы Но вот До второй Половины 19 Века До второй Половины 19 Века Вряд ли Кто-нибудь Сомневался Что первый День Благодарения В Америке Праздновался Праздновался Не в Массачусетсе А Вирджинии Но История Была Дамы Господа Переписана И не секрет Почему Каждого Кто интересуется Истинной Историей Не может Не привлечь Дата Когда День Благодарения Стал Национальным Праздником Президент Авраам Линкольн Объявил Об этом 3 Октября 1863 В разгар Гражданской Войны Страна Была Расколота Не только Между Союзом Северными Штатами И конфедерацией Южными Штатами Не было Единства И на Севере Подавляющее Большинство Северян Поддержали Линкольна Войне За сохранение Единого И неделимого Союза Соединенных Штатов Америки Но 1 Января 1863 Года Линкольн Праздновался Прокламацию Об Эмансипации И дал Тем самым Понять Что Главная Цель Войны Освобождение Черных Рабов Многие Северяне Не хотели Проливать Кровь За освобождение Черных Рекруты Столкнулись С трудностью Пополнения Армии В июле 1863 Года Взбунтовался Город Нью-Йорк Белые Убивали Черных Бунт Продолжался 5 дней Был подавлен Регулярной Армией 120 человек Были убиты Несколько Тысяч Ранены Сопротивление Призыва В армию Происходили И в других Городах Северян Следовало Объединить И президент Авраам Линкольн Глубоко Верующий Человек Решил Воспользоваться Многовековой Христианской Традицией Благодарить Осенью Господа За урожай Он объявил День Благодарения Национальным Праздником Мы с вами знаем Историю Пишут Победители Южане Потерпели В войне Поражение И как только Гражданская Война Закончилась Северяне Взялись За переписывание Истории Самым известным Из ее Толкователей Стал Родившийся В штате Массачужетс Профессор Истории Гарвардского Университета Генри Адамс Он был Потомком Правнуком Праправнуком Второго Президента Правнуком Шестого Президента И был Сыном Посла В Британии Во время Гражданской Войны Все эти Люди Были Уроженными В Массачужетси За год До провозглашения Линкольном Дня Благодарения Национальным Праздником Адамс Призвал Историков Я цитирую Адамс Призвал Историков К фланговой А лучше Фронтальной Атаке На Вирджинскую Аристократию Его призыв Был услышан И началось Переписывание Истории И оно Приобрело Массовый Характер Джеймс Таун И первая Колония Стали исчезать Из учебников Книг Журналов Либо Упоминались Скользь Все хорошее Не заслуживало Внимания Акцент Делался Исключительно На плохом Раздорах Среди колонистов Войнах С индейцами Рабовладений В школах И университетах Учили Америка Началась С плимутской Колонии Программа 1619 Запущенная Газета Нью-Йорк Таймс Провозглашает Америка Началась Со дня Первой Продажи Порабощенных Африканцев Мое мнение Америка Началась С избрания Первого Парламента В штате В будущем В штате Вирджиния На этом Дамы и господа Я ставлю Точку В монологе Будет Небольшой Перерыв На рекламу Не погибайте Наше Радио Уважаем Уважаемые Дамы и господа Напоминаю В эфире Программа Алексея Орлова Моя Америка Номер Телефона В студии 847 400 5200 Пожалуйста Набирайте Этот номер Будем Общаться Если у вас Есть вопросы К Алексею Он с удовольствием На них Ответит Но если у вас Есть какое-то Мнение Пожалуйста Сделайте так Чтобы оно было Как можно Лаконичнее И мы с удовольствием Его выслушаемся Ну а пока Алексей Вот у меня К вам Такой вопрос Если вы Не возражаете То есть Я внимательно Слушал ваш Рассказ И тем не менее Откуда Все-таки Начинается Отсчет Официально Начало Америки От Вирджинии Или от Массачусетс Официально Это как Правда Или липа Не 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 Либо Меня не Интересует У меня Липа Вирджиния 1607 год Массачусетс 1620 Через 13 лет Вот и считайте Что было первое Что второе Я понял Да Интересно Конечно Ну видите Действительно Говорят Победители Пишут Историю Наверное Ну интересно Потому что Вот Получается Тогда так Что люди Которые Учат Историю По Школьным Книгам Учебникам И так далее Ну вот Они Находят А чего Удивляться Мы с вами Приехали Из страны Где история Переписывалась Вы что думаете Советский Союз В этом отношении Выглядел иначе Более того Россия Знаменитая Карамзинская История Государства Российского Она Заканчивается Перед тем Как на престол Зашли Романовы Карамзин не мог Продолжить Историю И про Романовых А естественно Мог Но про Романовых Будучи Государственным Человеком Карамзин Он должен был Выписать Так же правду Про Романовых Как он писал И про других Он этого делать Не мог Поэтому Карамзинская История Заканчивается В начале Семнадцатого Века С воцарением Михаила Романова Все Вот вам История России То есть Он не пожелал Писать правду О России Это При царях При Советском Союзе Ну Миша Толя О чем вообще Вы говорили Я понял История Переписана А чем Соединенные Штаты В этом отношении Отличаются От других Старан Ну Объясните Мне пожалуйста Ну Хотя бы тем Что они Всегда То есть Эта страна Всегда считалась Страной Пуританской Страной Борцов За правду И так далее Ну Буряне Поскольку Она считалась Пуританской А Пуритане Прибыли В Массачусет То они Объявили Что они Были Пирс Это ложь Да Я понимаю Давайте Если в школах В сегодняшних школах По прежнему Утверждают Что первое Празднование Дня Благодарения Было В Плимутской Колонии Это ложь Да Да К сожалению Давайте Примем звонки Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Пятый округ Вы знаете Приводятся цифры Интересные цифры Что Трамп Победил в этом округе С преимуществом 12 очков А республиканец Выиграл С преимуществом 2 очка И на основании Этого Делается вывод О Трамп Теряет свое Преимущество Северной Королевне Все дело в том Что после 2016 года Границы 19 округа По выборам В палату Представителей В нашем штате Они были Несколько Пересмотрены И в границы Округа Были включены Некоторые Пригороды Шарлотта Шарлотта Громадный город Совершенно Левый Поскольку он Громадный Естественно Что в границах Нового Округа Оказалось Больше Демократов Поэтому нет Ничего Удивительного В том Что Трамп Победил С преимуществом По-моему 12 баллов 12 процентов А Бешоп Победил По-моему В 2 или В 3 процента Значит Это совершенно Все нормально Что касается Увольнения Усатого Дяди Джона Болтона То во-первых Я не уверен Что он был уволен Он объявил Что он Сам подал В отставку Что Трамп Объявил Что он уволен Вчера утром А Болтон Ему об этом сообщил Что он хочет Покинуть Администрацию Сообщил Накануне Вечером Кому верить Ну во-первых В данной ситуации Для меня Дамы и господа Мне безразлично Кто кого Сам ли ушел Или Его уволили Хотя Если отвечать Конкретно На вопрос Я склоняюсь К версии Болтона Что он сам Подал заявление Об отстатке Теперь С самого начала Трамп Совершил ошибку Взяв Джона Болтона Джон Болтон Совершенно Прекрасный Человек Замечательный Специалист Он если вы помните Был послом Соединенных Штатов Демократы Его ненавидели Сегодня они Сегодня Болтон Герой Потому что Трамп От него Избавился До того как Трамп От него Избавился Он был Ищадием Ада Худшим Человеком Которого Можно только Было придумать В администрации Неважно Значит У этих людей У Трампа И у Болтона Совершенно Разные Взгляды На Вообще На внешнюю Политику И взгляды Болтона Ну будем так Говорить Болтон Ястреб Он считает Что Нужно Вещи Решать Круто Что там Иран Не хочет Что-то Вдарить По Ираку Кто там Еще не хочет Нужно Вдарить У Трампа Трамп Иначе Подходит К этому Делу Например Трамп Считал Возможным Вести Переговоры И считает Возможным С диктатором Кореи Кимом Болтон Был категорически Против Переговоров С Кимом Более того Что когда Трамп Поехал Ким Встречаться С Кимом В Сингапур Болтона Не было Болтон Поехал В это время В Монголию Он не хотел Встречаться Присутствовать Трамп Считал Что можно Вести Переговоры С талибами С талибами Я кстати Тоже категорически Против У Соединенных Штатов Есть обязательство Не вести Переговоры С террористами Талибы Это террористы В общем Эти два человека Они были Ну совершенно Несовместимы И Трамп Который решил Сделать ставку На переговоры Будь то Не знаю С Северной Кореей Там с талибами С любыми негодяями Он естественно Он естественно Он и Болтон Были ну Люди Совершенно Разного измерения Разного подхода К одними тем же проблемами Тот факт Что Трамп Его взял Уже одно Это удивительно И удивительно Другое Каким образом Болтон Так долго Продержался В администрации Это первое Второе Дамы и господа Мы должны Если мы знаем Немножко историю Мы должны знать Что когда дело Касается внешней политики То очень часто И у президента С ближайшими помощниками И у ближайших Помощников Президента Они могут быть Разногласия Два Классических примера Один связанный С Джимми Картером У Джимми Картером Госсекретарем Был мистер Венс Помощником Президента По вопросам Национальной безопасности Был мистер Бжижинский Болтон Занимал при Трампе Тот же пост Что Бжижинский При Картере Значит Венс И Бжижинский Были люди Ну совершенно С разным подходом К международным отношениям В отношении Советского Союза Венс был Ну нужно вести переговоры Бжижинский Человек С польскими корнями Вообще Ненавидел Советский Союз И я думаю Что он ненавидел Русских Уже тот факт Что Картер Включил В свою команду Двух людей С совершенно Противоположными Взглядами Ну это Свидетельствовало О том Что у самого Картера Взглядов Каких-то конкретных На конкретные Проблемы Просто-напросто Не было И естественно Внешняя политика При Картере Она была Ну Бог знает На каком месте Картер целовался С Брежневым Вы помните Да Знаменитая фотография Бжижинский Наверное Когда видел Эту фотографию Его тошнило Это первый пример Второй пример В администрации Рейгана Государственным Секретарем Стал Александр Хейк Послом Соединенных Штатов Он стал Джин Кирпатрик Кстати Джин Кирпатрик Демократка Рейган Выбрал Ее По одной Простой причине Ему В свое время Еще была Избирательная Компания Дали номер Журнала Комментари В котором Была Прекрасная Статья Кирпатрик Кирпатрик Была Профессором В Джарсталовском Университете Была Статья Кирпатрик А разница Между Тоталитарными Режимами И авторитарными Блестящая Совершенно Статья И вот Когда Рейган Прочитал Эту статью Он решил Как только Он станет Президентом Он предложит Госпожа Кирпатрик Какой-то Из постов Она стала Послом Соединенных Штатов Организации Объединенных Наций У нее И у Хейга Были Совершенно Диаметральные Противоположные Взгляды На роль Европы На роль Европы И соответственно Соединенных Штатов В международных Делах Ну и когда Стал вопрос Кому оставаться При Рейгане Хейгу Или Кирпатрик Рейган Рейган Решил Лучше Иметь дело С Кирпатрик Чем с Хейган Для чего Я привел Эти примеры Разногласия Президента С ближайшими Помощниками Или среди Ближайших Помощников Разногласия По внешнеполитическим Вопросам Это совершенно Нормальные Дела Нормальные дела И нет ничего Удивительного Что есть Какие-то Расхождения Например Между Госсекретарем Помпео И Болтоном Который был Помощником Президента По вопросам Национальной Безопасности Это ничего Страшного Нет Поэтому Я увольнение Болтона Рассматриваю Таким образом Но рано или поздно Он должен был уйти От Трампа Сам ли Или Трамп Должен был его уволить Они были Несовместимы Трамп Бизнесмен Он считает Что можно вести Переговоры Ну я не знаю Так сказать С представителями Из ада У Болтона Другие взгляды На внешнюю политику Это люди Не должны были Просто-напросто Работать вместе То что Болтон Ушел Ну ничего страшного В этом нет Ничего хорошего Это ничего страшного Все нормально Спасибо Алексей Принимаем следующий звонок Добрый день Вы в эфире Добрый день Уважаемый Алексей Скажите пожалуйста А это исторический миф Или правда Во время гражданской войны В Соединенных Штатах Клан Ротшильда Финансировал Как северян Так и южан Потом перестал Финансировать южан И это считается провалом Благодарю Ну вы знаете Нормальный банкир Нормальный банкир Он финансирует Ту и другую сторону Ненормальный капиталист Трамп Подкидывал Дзинжата И демократам И республиканцам Это в общем-то В этом нет ничего Удивительного Совершенно исторически То что Ротшильд Давал деньги И Союзу И давал конфедерации Ну нормерно Значит он хотел иметь Бизнес с теми и с другими Ничего удивительного В этом нету Удивительное Когда бизнесмен Большой бизнесмен Большой банкир Принимает только Одну сторону Отталкивая тем самым От себя Противную сторону Нормальный бизнесмен Он помогает Теми другим Спасибо за вопрос Спасибо Алексей Кстати Насчет Джан Болтон Но я вчера об этом говорил Где-то месяца три тому назад Я Выскал такую мысль Что если Трампа переизберут На второй срок Болтону с ним Не по пути Я просто не ожидал Что это так быстро Все произойдет Если честно Но опять же Болтон То есть Трамп Это позиция выборная А Болтон назначаемая Поэтому президент Решает С кем ему по пути С кем нет Так что действительно Ничего страшного В этом нет Давайте Примем следующий звонок Добрый день Вы в эфире Добрый день Здравствуйте Я вот хотела бы Узнать ваше мнение Был ли Черчилл В свое время В начале Второй мировой войны С ястребом Потому что На мой взгляд Определяется Все обстоятельства Потому что Не всегда Могут ястребы Быть неправы И то же самое Голуби Потому что Голуби Если Ты имеешь дело С противником Который собирается Тебя уничтожить Ястребом В начале Второй мировой войны Что вы имеете ввиду? Как только воевать А ислам Именно это Навязывает нам Окей 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 Я не связываю Черчилля с исламом С началом Второй мировой войны Черчилль считал Нужно воевать С Гитлером Ну и правильно считал Ястреб Я вообще не знаю Как можно В отношении Черчилля Когда речь идет О Второй мировой войне Употреблять Такие определения Как ястреб Или голубь А я считаю Что вообще Когда идет речь О войне То есть О войне Не о том Нужно ли Начинать войну А о самой войне Как можно разделять Людей на ястребы Голуби Тоже странно Да Итак Алексей Пожалуйста Ваше заключительное слово Как обычно Прошу вас Заключительное слово Будет следующее Дамы и господа Я Мы Две последние передачи Я касался истории Неделю назад Сегодня Сегодня Завтра Через неделю Мы будем говорить О том Что происходит В нашей стране В частности У нас завтра Будут дебаты Но не у нас С вами дебаты Будут У демократов В Хьюстоне И я Сегодня Уже готов Предсказать На этих дебатах На этих дебатах Не будет Поднят вопрос О состоянии Американской Паблик школы Общественной школы Состояние Этой школы Особенно В районах Больших городов В районах Скопления Чернокожего И латиноамериканского Населения Ужасное Казалось бы Демократы Должны Об этом думать Потому что Они выступают Как защитниками Меньшинств Афроамериканцев И латиноамериканцев Значит Мое предсказание Уже сегодня Завтра Этот вопрос В трех часовых дебатах Практически Если будет поднят И только коснуться Я думаю Поднят не будет Почему Об этом я расскажу Ровно через неделю Спасибо всем Кто слушал И дамы и господа Будьте Будьте здоровы Алексей Спасибо вам Огромное И обязательно Услышимся На следующей неделе Дай Бог Ну а пока Всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok